Дефицит бюджета Уфы в следующем году достигнет 800 миллионов рублей. Депутаты городского совета утвердили проект главного финансового документа столицы на предстоящую трехлетку. Предполагается, что в 2021 году в доход поступит 28,5 миллиардов рублей, тогда как будет израсходовано 29 миллиардов 300 миллионов. Власти предполагают, что в последующие годы бюджет города перестанет быть дефицитным. В текущем же году доходы уфимской казны прогнозируются в размере почти 34 миллиарда рублей, расходы 34,5 миллиарда. Основные расходы связаны с модернизацией коммунальной инфраструктуры, ремонтом муниципальной недвижимости, обслуживанием дорожного фонда и социальных учреждений. За год в Башкортостане объем микрокредитования снизился на третий, составил 2,5 миллиарда рублей. Цифры приводят в Национальном банке по Башкортостану. Жители стали меньше обращаться в микрофинансовой организации за снижение доходов, потери работы на фоне пандемии коронавируса. Сам рынок МФО остается нестабильным. Количество компаний в этом секторе сократилось. Сейчас в регионе их насчитывается 40. На 10% уменьшилось и количество их отделений в муниципалитетах. На это во многом повлияли не только пандемия, но и реформирование системы МФО. В прошлом году в России установили предельно допустимую сумму переплат за микрокредиты. Ужесточается контроль за соблюдением этих правил со следующего года. Надзор за 90% микрокредитных компаний переходит в ведение саморегулируемых организаций. До этого больше половины МФО оставались в ведении Центробанка. Сейчас исключается дублирование надзорной нагрузки. До 1 января 2021 года данные компании сдавали отчетность в Банк России. Сейчас эта отчетность будет предоставляться только в саморегулированной организации. Тем самым исключается, снижается цель этих изменений снизить нагрузку на микрофинансовые компании. Сокращение количества МФО многие эксперты называют положительным явлением. На рынке остаются более добросовестные и устойчивые компании, которые играют важную роль в кредитовании не только физических лиц, но и малого и среднего предпринимательства. К слову, в Башкортостане за год малый и средний бизнес занял у МФО порядка 300 миллионов рублей. В России упростят выдачу специальных и акцизных марок на импортный алкоголь. Изменения в закон о госрегулировании спиртосодержащих товаров утвердил президент России. Сейчас отечественная алкопродукция из России маркируется федеральными спецмарками от Росалкогольрегулирования, а весь импорт маркируется акцизной маркой, которую выдают таможенные органы. По новым правилам весь алкоголь, независимо от места производства будет маркироваться одинаково. Полномочия по выдаче знаков централизуют в одном ведомстве – Росалкогольрегулирование. Упрощается и сама процедура получения спецмарок. Производителям не потребуется предъявлять большой пакет документов. Достаточно будет просто представить заявление, поданное через ЕГАИС. Местные производители опасаются, что импортная продукция таким образом получит конкурентное преимущество. Однако эксперты так считать не склонны. Объемы потребления отечественной продукции выросли, потому что она стала значительно дешевле, чем импортная. И я думаю, что данная тенденция будет продолжаться не только потому, что произошла девальвация рубля, не только потому, что реальные доходы населения упали и, соответственно, произошел рост потребления более экономически выгодной отечественной продукции. Но еще и потому, что сейчас государство оказывает достаточно серьезную помощь, в первую очередь, российским виноделам. Помимо этого, закон допускает выдачу лицензий на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием на срок до 15 лет. Эксперты прогнозируют падение автомобильного рынка в республике в начале 2021 года. Это произойдет несмотря на повышенный спрос на новые автомобили в ноябре и декабре. Наиболее заметным фактором в автомобильной отрасли всей страны остается дефицит автомобилей большинства марок, который сдерживает рост продаж. В зависимости от модели автомобиля срок его ожидания может составлять от полутора до шести месяцев. При этом, учитывая падение рубля на международном валютном рынке, стоимость автомобиля в ближайшее время будет только расти, отмечают специалисты. Согласно прогнозам, цены в первом квартале 2021 года поднимутся в среднем на 5%. Изменения могут произойти только в начале второго квартала, предполагают эксперты, когда объем поставок в середине года увеличится относительно 2020 года в аналогичный период времени на 8%. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.